Федеральная комиссия по связи США меняет правила игры в интернете. Ее глава, республиканец Аджит Пай, заявил о планах отменить правила сетевого нейтралитета, введенного еще Бараком Обамой в 2015 году. Отмена этого правила позволит провайдерам брать дополнительную плату за высокую скорость соединения, а также создавать платный или ограниченный доступ к определенным сегментам интернета или же определенным сайтам, считают эксперты. И пытаются прогнозировать ситуацию в случае отмены сетевого нейтралитета уже сейчас. Глава Федеральной комиссии по связи Аджит Пай уточнил, что голосование по отмене сетевого нейтралитета должно состояться 14 декабря. Учитывая, что в Совет комиссии входят три республиканца и два демократа, можно не сомневаться, что, скорее всего, эта инициатива получит поддержку большинства и будет одобрена ФСС. Пай был назначен главой комиссии в январе президентом Дональдом Трампом и представляет его позицию в этом вопросе. О своих планах он сообщил в интервью радио Fox News. У нас есть большой опыт, начиная с 1996 по 2015 год. И эта политика по рыночному подходу к интернету проводилась еще при администрации президента Клинтона. И мы знаем, что свободный и открытый интернет может существовать без жестких правил. В основе так называемого сетевого нейтралитета, введенного в администрации президента Барака Обамы, в 2015 году лежит идея о невозможности приватизирования интернета и ограничения равного доступа всех глобальной сети, ставшей по сути депозитарием всех знаний человечества. Сторонники отмены сетевого нейтралитета считают, что интернет-провайдеры предоставляют коммерческие услуги. Речь идет о бизнесе, как и в случае с предоставлением доступа к интернету. А FCC получила, по их мнению, слишком большую власть над этим рынком. По мнению ПАИ, отмена норм позволит отказаться от ограничительного регулирования интернета. Однако критики говорят, что интернет-провайдеры в результате смогут отдавать предпочтение некоторым сайтам и приложениям, а также собственному цифровому контенту. Что касается доводов, которые привел комиссар ПАИ, заявив, что в течение 20 лет не было этих правил в интернете, но в течение тех 20 лет не было и такого уровня коммерции в интернете. У нас не было потокового видео, которое мы имеем сегодня. Другими словами, у нас нет опыта в этой сфере, который мог бы поддержать аргументы в пользу идеи о том, что дерегулирование — это хорошо. Это тот случай, когда мы можем столкнуться с множеством проблем. В результате может произойти то, что уже в первой части следующего года это нанесет ущерб экономике, основанной на интернет-транзакциях, если вы не можете их завершить в то время, когда полагаете, что они возможны. Введенные при президенте Обаме нормы были призваны предоставить пользователям равный доступ к интернет-контенту, запретить провайдерам блокировать доступ к информации или уменьшать скорость трафика, а также взимать дополнительную плату за доступ к определенным данным. Эксперты в Соединенных Штатах полагают, что решение FCC в случае отмены нейтралитета станет очевидной победой для крупных интернет-провайдеров, таких как AT&T, Comcast и Verizon Communications, которые выступали за аннулирование нормативов. Против отказа, в свою очередь, высказывались владельцы Google, Facebook, Amazon и Netflix. К странам, где нет сетевого нейтралитета, относятся в том числе Россия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Китай, Франция, Израиль, Япония. Американская ассоциация интернет-компаний сообщила, что предложение PAYA противоречит воле миллионов американцев. Можно не сомневаться, что в американской общественности развернутся обширные дебаты о том, стоит ли отменять интернет-нейтралитет. Но окончательное решение, разумеется, будет за Федеральной комиссией по связи. Американская ассоциация интернет-компаний.